Всем привет, дорогие друзья! Итак, сегодня мы с вами подводим итоги первой летней недели. Неделя выдалась, на мой взгляд, очень интересной, очень удивительной. Начну с темы недели. Вот та новость, которую я бы вот так и охарактеризовал. Тема недели, причём такая абсурдная, рассказывая, а в курсе ли вы, дорогие мои, что мы все с вами очень хотели бы, чтобы нам увеличили налоги. В ЦИОм, лживый путинский в ЦИОм провёл вот такой опрос, и оказалось, что две трети россиян действительно не против увеличения налогов, особенно если учесть, что вот эти вот деньги, которые с нас соберут лишние, направят на борьбу с бедностью. Две трети россиян хотели бы, просят и даже умоляют правительство депутатов и Госдумы. Владимир Владимирович говорит, подними нам налоги. Ребят, 27 миллионов человек в нашей стране живут за чертой бедности. Ещё столько же балансируют на грани. Что такое черта бедности? То условный показатель, мы рот там 12 800 рублей, по-моему. Вот те, кто получают 12 700, они живут за чертой бедности. А те, кто получают 12 900, они уже люди не бедные. То есть, они выше черты бедности. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, да? Что хрен редьки не слаще, одно от другого не отличается. То есть, грубо говоря, эту цифру можно смело умножать на 2. А в общем же и в целом, в нашей стране, в общем, людей, которые кое-как сводят концы с концами, намного больше. Я думаю, порядка 70% людей, даже имеющих доход выше, там несколько выше, чем вот эти 12 800. Но даже они живут от зарплаты до зарплаты. То есть, у нас никто особо-то не жирует. И вот как при таком раскладе нам рассказывают сказки, что люди хотят, чтобы нас еще обложили данью? Мы и так сегодня платим 61 копейку налогов с каждого заработанного рубля. Когда вам говорят 13% врут, не верьте. Если посчитать все налоги, то получается с каждого заработанного рубля каждый из нас платит налогов 61 копейку. Если все налоги суммировать. Вот теперь, оказывается, граждане России выступили с инициативой еще больше поднять налоги. Ну, а самое главное, повторюсь, на благое дело, ведь эти деньги пойдут на борьбу с бедностью. Что еще смешнее выглядит, ведь сколько раз нас обирали под этим предлогом, что будем бороться с бедностью. Помните, когда Путин поднимал пенсионный возраст. Путин, Государственная Дума, ну, все наше руководство, что нам говорили. Ребята, за счет экономленных средств мы начнем кампанию по борьбе с бедностью. В итоге, куда направили эти деньги? Правильно. В помощь бедным несчастным Сечиным, Рутенбергам, Ковальчукам, Чите Песковых и так далее, и так далее, и так далее. Потом вспоминайте, нам поднимали НДС на 11% пунктов, то есть с 18% до 20% его подняли. И опять нам объясняли, говорили, ребята, это на кампанию по борьбе с бедностью. И опять, куда эти деньги были направлены? В помощь кому? Опять же, самым бедным Сечиным, Ковальчукам, Рутенбергам. То же самое нам говорили про фонд национальной безопасности, ребята. Это подушка безопасности. Это вот на случай, если все будет совсем плохо, наступит черный день, постучится, позвонит к нам в двери. Вот за счет этого фонда мы начнем помогать гражданам. И такой черный день случился в 2020 году. Каким гражданам помогали за счет ФНБ? Правильно. Все тем же бедным Ковальчукам, Рутенбергам, Сечиным и бла-бла-бла. Так почему кто-то считает, что в этот раз будет как-то по-другому, да? Я, если честно, не знаю, где в ЦИОМ проводят вот эти вот свои опросы. В каком сумасшедшем доме, хотя больше чем уверен, никаких опросов они не проводят, они просто рисуют. Ну и поздравляю нас с этим событием. Я так подозреваю, нас просто предупредили. Готовьтесь, будем повышать для нас налоги недаром. Потапенко еще там много лет назад говорил, что мы для них теперь будем новой нефтью. Мы это наблюдаем каждый божий день. Это реальная журналистика, поехали! Событие недели. Давайте о нем поговорим. Или громкое событие недели. Да, я сейчас имею в виду два громких ареста. Об этом трещали всю неделю. Но я бы предложил посмотреть на это несколько с иной точки зрения, о чем мои коллеги не говорили. Почему-то упустили это из виду, я не знаю, намеренно или случайно. Да, речь идет о двух громких арестах, когда арестовали первого числа Андрея Пивоварова, это экс-руководитель Открытой России, канувший в лету. И следом в этот же день арестовали бывшего депутата Государственной Думы, оппозиционера Дмитрия Гудкова, вернее, не арестовали, задержали. Вот оба этих события, почему, да, вот привлекли мое внимание, потому что там вот, если посмотреть со стороны, там одно нарушение за другим. Начнем с Пивоварова. Почему об этом никто не говорил, мне просто интересно. Ведь человека задержали, в принципе, по той же схеме, по которой две недели действовал белорусский президент. Две недели назад. И вот тогда это возмутило весь мир. А вот в этот раз, когда схватили Пивоварова, все почему-то промолчали, никто на это не обратил внимания. По сути, спецслужбы сделали то же самое, с одним только небольшим отличием, что самолет не сажали при помощи истребителя. Тем не менее, самолет уже выехал на взлетную полосу, его остановили, развернули, значит, отогнали обратно на стоянку, на борт самолета вошли сотрудники спецслужб, повязали там этого Пивоварова и увезли в неизвестном направлении. Почему-то никто не говорит, что на тот момент Пивоваров, вот чисто де-факто, юридически он покинул территорию нашей страны. То есть, человек прошел пограничный контроль, у него отметка в паспорте есть о том, что он покинул территорию Российской Федерации. Тем не менее, это не помешало российским спецслужбам ввалиться на борт самолета, забрать оттуда гражданина, значит, и увезти куда-то там за решетку бросить. С Кутковым из этой ситуации еще смешнее. То есть, человек, вы просто приехали, сразу по нескольким адресам начали проводить обыски. По нескольким адресам, то есть, приехали, проводили обыски дома, проводили обыски на даче, дома у родителей, у каких-то родственников, у тети там, у дальней родственницы. Но когда рассказали, в чем людей обвиняют, от пивовара его обвинили в каком-то там, в том, что он год-то два назад, какой-то пост неправильный где-то в Фейсбуке опубликовал, и вот на этом основании он поехал за решетку. Говорит, Кутков, там еще смешнее ситуация, там даже дело нормального ребята не придумали. Вот сейчас буду говорить медленно, а вы пытаетесь просто переварить. Итак, друзья, в период между 15 и 17 годом, точная дата неизвестна, они даже этого решили не придумывать, просто вот где-то в этом промежутке, между 15 и 17 годом, некое некоммерческое партнерство, к которому то ли имеет, то ли не имеет отношение этот Гутков, арендовало какое-то подвальное помещение, под офис, но что-то там пошло не так, в конце концов они от аренды отказались, и вот, значит, владелец этого подвального помещения спустя несколько лет прибегает к силовикам, говорит, ребята, мне тогда не заплатили аренду, прокуратура, следственный комитет возбуждаются, возбуждают дело и на этом основании едут проводить обыски. Слушайте, ну это идиотизм, во-первых, вы даже даты совершения преступления точные назвать не можете, во-вторых, ну такие преступления, у нас все суды завалены вот такой чушью. Как правило, ну такие заявления даже не принимаются, это дело для арбитражного разбирательства, то есть одна организация, другая, у них там какие-то финансовые разногласия возникли, идите в арбитраж и разбирайтесь там, и уж точно по таким поводам обыски не проводят, да по нескольким адресам, еще, то есть очевидным был, что оба дела сфабрикованы. Еще больше я в этом убедился, когда я все это дело опубликовал, начал читать комментарии в ТикТоке, здесь, на Ютьюбе, и оказалось, что это понимаю не только я, оказалось, что это понимают и кремлеботы, оказалось, что это понимают и пустоголовые ватники, для которых интеллект это непонятное слово, но даже они писали в комментариях, что не вели бы подрывную деятельность в отношении режима, не сидели бы, то есть даже эти люди, вот эти вот безголовые ватаны, даже они понимают, что дело сфальсифицировано, и одно, и второе. Да, в России часто фальсифицировали дела, и не только в России, во всем мире, к сожалению, эта печальная практика, она есть, но вот чтобы вот так вот откровенно, чтобы заказчиком выступало непосредственно государство, но такого, по-моему, не было никогда. То есть да, половина коммерсантов у нас сидит в тюрьме, потому что кому-то приглянулся бизнес этого коммерсанта, этот кто-то пошел там заплатил нечестному следователю, следователь завел дело коммерсанта в тюрьму, его бизнес дербанит, но это делали частные лица. Ну, чтобы вот государство выступало, да, вот с такими инициативами, давайте сфальсифицируем дело, ведь согласитесь, можно было дело-то завести, и нормальное, и настоящее. Более, они всегда хотя бы видимость законности изображали, сегодня все. Они от этой схемы отказались, плевать им на закон, да, ну, первый раз мы это увидели в отношении Навального, когда действительно государство в открытую сфальсифицировало дело по ложному надуманному обвинению Навальному, дали реальный срок, да сейчас продолжают накидывать, потом точно так же по сфальсифицированному обвинению преследовали его фонд борьбы с коррупцией, который сначала иностранным агентом объявили, затем и вовсе экстремистская организация, а потом сейчас мы наблюдаем, что просто это уже поставили на поток, что ребята сидят и думают, что там заморачиваться, что-то рискать, давай придумаем это дело, и все. И все это понимают. Ну, это вообще никак никого не беспокоит. Вы знаете, я просто с этого удивляюсь. Ну, это, кстати, очень нехорошая тенденция, очень плохо, что мы вот сидим и молчим в очередной раз, что нас это никак не возмущает, потому что рано или поздно это приведет к тому, что не только с политическими оппонентами вот эти товарищи будут расправляться таким вот образом, фальсифицировать дела, рано или поздно случится так, что и в отношении простых граждан начнется примерно то же самое, но вот, грубо говоря, ты живешь на одной лестничной клетке с каким-нибудь чиновником, который работает там в администрации каким-то мелким клерком, подай, принеси, но вот этот чиновник всегда мечтал жить на этаже один, вот на этой лестничной клетке. К нему очень приглянулась твоя квартира, он подумал, что я буду заморачиваться, инициировал какое-нибудь дело о том, что ты царя называешь не божественным царем, а как-нибудь где-то его поругал. Тебя закрывают, отправляют за решетку, а человек просто забирает твою квартиру к себе в пользование. Или там какому-то депутату приглянулась твоя жена, он понимает, что ты ему мешаешь, опять же, инициирует против тебя какое-то дело, его фальсифицируют, тем более, когда это на потоке будет стоять, и думают, они просто как семечки будут вот такие вот дела щёлкаться. Тебя в тюрьму, а он начинает там грязно приставать к твоей жени. Такое может случиться. Мы такое уже проходили однажды. Вспомните, много лет назад нас людей сажали просто по анонимным доносам, сажали и расстреливали. Это не единичные случаи были. Вот вы знаете, под Екатеринбургом, где я живу, есть памятник жертвам политических репрессий. Его в своё время построил общество Мемориал, и неравнодушные жители Екатеринбурга, это чуть ли не единственный памятник вообще в нашей стране жертвам политических репрессий. Вот там в период с 36-го, по-моему, по 38-й год не все, то есть не все погибшие, а только вот тем, кто погибли в период с 36-го по 38-й год. Если мне память не изменяет, что из себя представляет этот памятник огромный, чёрный крест, отделанный мрамором, а вокруг стены. И вот на этих стенах, ну, видимо, там задумка автора была, показывает, что расстреливали у стен, и вот на этих стенах просто фамилии людей. Расстрелянных, которые удалось найти где-то в архивах, которые удалось восстановить, это какие-то нескончаемые стены. Они куда-то уходят вдали, вот там огромное-огромное количество вот этих фамилий, вот этих людей написанных. Это не просто фамилии. Каждая вот эта фамилия, это не просто набор букв. Это человек. Это судьба какого-то человека. Это чья-то семья. И вот по таким надуманным обвинениям вот точно так же, искриняя неугодным, слушайте, мы прямо движемся в этом направлении, а потом возмущаемся, как же так получилось, что у нас ОПГ во власти окопалось. Так, ребята, мы сами делаем всё, чтобы они там и копались. А они беспределят, а мы молчим. Как-то так. Спасибо, что вы слушали. Это была реальная журналистика. Увидимся, услышимся очень скоро. Всё, пока. Пока и хороших выходных.